Сегодня мы с вами поговорим о поиске, о том вообще, как искать, как лучше формулировать поисковые запросы, о каких-то интересных трюках, может быть, которые не все знают, но которыми иногда очень удобно воспользоваться. Сегодняшнее мероприятие посвящено образованию. Наверное, нужно несколько слов сказать о том, как вообще родился Google. Google родился в Стенсусском университете как диссертационный проект двух аспирантов. То есть они начали с научного исследования на самом деле, а в итоге вот получился такой инструмент, получилась большая компания. Все это было уже больше 10 лет назад, и за это время, в общем, мир довольно сильно поменялся, в том числе, наверное, и благодаря поисковым системам. Вот так вот выглядела первая версия Google. Эти компьютеры стояли в комнате в общежитии у Ларри Пейджа, и вот на этом все работало. Сейчас, конечно, компьютеров гораздо больше. Google для себя сформировал то, что называется миссия. Мы хотим организовать всю мировую информацию и сделать ее доступной и полезной для всех людей. То есть эта информация – это не только те страницы, которые есть в интернете. Это вообще всякого рода информация. Это видео, аудио информация. Это книги, которые есть, может быть, только в бумажном виде сейчас. Какие-то старые книги. Это все вообще, что накопило человечество за долгие годы. Вся эта информация очень полезна. Но проблема состоит в том, что не так-то просто что-то найти. До появления поисковых систем… Ну что у нас было? У нас были библиотеки, да, как главное хранилище информации. В библиотеке есть индекс, в котором можно по названию или по автору найти книжку. А кроме того, есть такие специальные книги, в которых упоминаются, например, самые авторитетные статьи. А как считается авторитетность? Она считается по количеству цитат, по количеству ссылок, которые используют другие авторы на эту статью. И, собственно, эта идея и легла в основу Google. До того, как появился Google, существовали другие поисковые машины, которые как-то искали по интернету. Но чем Google от них отличался? Придумали такую штуку, которая называется PageRank. Вот в библиотеке это называется индекс цитирования. Вот то самое, сколько раз цитируют какую статью, какие другие статьи. А в интернете сделали следующее. Документы, то есть веб-странички ссылаются на другие веб-странички. Есть так называемые гиперссылки. Так вот, если мы посчитаем, сколько раз, какая страничка куда ссылается, и построим такой большой граф, где у нас будут документы и стрелочки между ними, кто куда ссылается. И потом просто посчитаем, что те документы, на которые больше всего ссылаются, они лучше всего. А те, которые лучше всего, они в свою очередь дают больший вес, когда они на кого-то ссылаются сами. Вот можно написать математическую формулу, вполне себе строгую, которая определяет некоторую функцию, которая называется вот PageRank. Она как раз очень похожа на индекс цитирования. И она позволяет найти более авторитетные документы. То есть даже когда у нас документов, которые соответствуют вашему запросу, очень много, мы можем в самом верху показать те из них, которые наиболее авторитетны, которые другие люди считают самыми важными. Нужно сказать еще несколько слов, собственно, про то, как выглядит Google, когда вы туда попадаете. Когда вы заходите на первую страничку Google, перед вами довольно мало информации. Есть вот строчка, в которую можно вводить поисковый запрос, то есть какие-то слова. Есть всего лишь несколько незаметных ссылок, и иногда бывает непонятно, что вообще делать дальше, потому что как-то сложно сформулировать, что именно мне нужно найти. Чтобы лучше понимать, что, собственно, вводить в эту строчку, нужно иметь в голове некоторое представление о том, как вообще все это работает. Ну вот я попытаюсь в двух словах кратко как-то просто описать. На самом деле все гораздо сложнее, но даже простого описания будет достаточно, чтобы облегчить жизнь. Google собирает все документы, которые есть в интернете. Ну, мы пытаемся собрать все, их становится все больше и больше. Дальше мы смотрим на то, из каких слов они состоят. И мы строим то, что называется индекс. Мы знаем, какое слово в каких документах упоминается. Этих документов очень много. Дальше, когда вы здесь вводите какие-то слова, мы выбираем те документы, в которых эти слова содержатся. Поэтому, когда вы хотите что-то найти, нужно представить себе, как может выглядеть та страничка, которую вы хотите найти. Какие на ней могут быть слова. Иногда бывает так, что те слова, которые у вас вначале были вот в голове, ну, никто не напишет эти слова на веб-страничке. Может быть, нужно как-то переформулировать, использовать какие-то другие слова, и тогда станет лучше. Я попробую показать, может быть, несколько примеров. Ну, вот, например, мы хотим найти упоминание теоремы Лупанова. Мы хотим узнать, что это такое. Мы можем написать просто теорему Лупанова. Ну, и вот мы видим, что мы нашли документы, в которых упоминаются эти слова. Но, на самом деле, посмотрите, вот в первых трех результатах это действительно теорема Лупанова, а дальше теорема кого-то другого, а Лупанов просто упоминается в другом месте. Вот, если вы хотите, чтобы эти слова стояли всегда рядом, то есть не в разных местах странички, а именно подряд, тогда можно использовать специальный оператор кавычки. Можно поставить кавычки вокруг запроса, ну, или вокруг какой-то части запроса, нескольких слов. И тогда все результаты, которые мы вам покажем, они будут содержать эти два слова подряд. Иногда это бывает очень удобно, чтобы отфильтровать какой-то мусор. Все, наверное, помнят, что есть закон Бойля-Мариотта. Вот, допустим, нам интересно узнать, кто же был этот Мариотт и вообще откуда все это произошло, да? Если мы напишем просто Бойль-Мариотт или Бойля-Мариотта, мы найдем упоминание закона Бойля-Мариотта, но ничего про Мариотта не найдем. Так сразу. А если мы просто напишем Мариотт, то оказывается, что есть сеть гостиниц по всему миру, которая называется Мариотт. И что же делать? А на это есть своя хитрость. Есть специальный такой поисковый оператор минус. Если написать минус, а дальше какое-то слово, то мы будем показывать результаты, в которых это слово не содержится. Поэтому можно написать Мариотт, а дальше минус гостиница или еще лучше минус отель, как выяснилось. То есть запрос будет вот такой вот Мариотт минус отель. Все еще есть какие-то результаты про гостиницы, потому что, ну там нет слова отель, но может быть есть слово там отель на английском языке, да? Но зато вот мы видим, что появились наверху результаты, которые как раз про того самого Мариотта. Вот здесь вот что-то про физику, да? То есть подход на самом деле такой, что вначале можно написать какой-то запрос, посмотреть, какие у нас есть результаты, а дальше понять, что же не то. И как-то немножко переформулировать запрос. И вот действительно что-то из него выкинуть, где-то поставить кавычки. Дальше я бы хотел сказать несколько слов о том, что мы делаем с другими языками. Недавно появилась такая функция. Когда мы ищем информацию, мы пытаемся переводить запрос на другие языки. Ну вот с русским мы переводим на английский и пытаемся искать страницы на английском языке тоже. И если они очень хорошие, ну то есть они очень хорошо отвечают запросу, то мы в том числе показываем и их. И вот здесь вот есть ссылочка перевести эту страницу. То есть если вы нажмете по основной ссылке, то вы попадете просто на страницу, ну в данном случае запрос был белый дом, на страницу, официальную страницу белого дома. Но если вам трудно читать на английском языке, то если вы кликнете сюда, то вы попадете на страницу, которая автоматически переведена на русский язык с английского. Но это машинный перевод. Он иногда выглядит совсем не так, как текст, написанный человеком, но хотя бы что-то можно разобрать. Мы постоянно работаем над улучшением качества этого перевода. Но вот мы решили, что то, как оно переводит сейчас, уже может быть иногда в каких-то случаях полезно, потому что действительно есть очень много информации на других языках, иногда это бывает здорово. Вот, кстати, еще интересно, что иногда мы показываем картинки наверху. Вот, искали мы белый дом, да, и мы показали картинки разных белых домов. Один из них находится в Москве, другой в Вашингтоне. Еще немножко про языки. Если вы вообще решили вдруг, что вам хочется искать не на русском языке, а на английском, то такое тоже можно. На главной странице есть ссылка «Языковые инструменты». И там, в том числе, на этой страничке, вот есть такая форма, можно написать язык и можно написать, что вот мой язык русский, я хочу искать на английском, написать запрос на русском языке. Этот запрос переводится на английский. Вам тут показывается, как запрос переведен. И дальше он показывает две колонки с результатами. Вот это вот результаты на английском языке, то есть оригинальные страницы, а здесь то, что переведено на русский язык. То есть если вы будете просто искать, скажем, там… Ну вот здесь вот я дописал слово «Стэнфорд», «Стэнфордский линейный ускоритель», вот его официальный сайт, опять же, на английском языке, на котором, может быть, больше какой-то информации именно о нем. То есть о нем есть, конечно, какая-то информация на русском языке, но иногда бывают случаи, когда вот хочется посмотреть, что же было в оригинале. Опять же, если вы будете искать просто линейный ускоритель, то вы найдете информацию про линейный ускоритель, которая есть у нас в России. А вот тут вот точка зрения как бы англоязычных людей. Точно так же они могут искать документы на русском языке, если захотят. А еще я хочу заметить, что вот здесь вот есть несколько ссылочек наверху. Можно переводить просто кусок текста, то есть скопировать его просто в форму и нажать кнопочку, он автоматически переведется. Тем же самым инструментом, который переводит веб-странички. Там же есть такая форма, куда можно написать просто URL-адрес странички, и мы вам покажем переведенную копию. Еще здесь недавно появилась ссылка на словарь. Это уже совершенно обычные словари, которые не автоматически получены. И там можно переводить слова с русского на английский, с английского на немецкий, и там будет все больше и больше новых словарей скоро. Еще интересная такая штука – это калькулятор. Не знаю, знаете ли вы или нет, но Google можно использовать просто в качестве калькулятора. Можно в поисковую строчку писать формулу, и, пожалуйста, Google вычисляет значения. А кроме того, можно переводить из одних единиц измерения в другие, например. И недавно мы добавили поддержку русского языка в калькулятор, и в том числе какие-то очень специфические для России единицы измерения. То есть всякие вот вершки, оршины, касая сожень. Вот это вот все там есть теперь. Еще такая вот интересная штука. Вот там вот наверху, на стенде, в правом верхнем углу, вот написано define, двоеточие, плут. Вот это вот вариант того же самого. Можно не писать на английском языке, можно просто спросить, что такое, а дальше какое-то слово или словосочетание. И мы пытаемся искать определение терминов, которые вообще есть в интернете. Из них выбираем самые лучшие и показываем наверху ссылку на то место, где действительно находится определение термина. Ну и какое-то вот начало этого определения. Если нажать вот сюда, то там будет список вообще всех мест, где есть определение этого термина. Раз уж мы с вами находимся в кабинете географии, то немножко о географии. С недавних пор, опять же, мы научились отвечать на какие-то простые вопросы, на которые, наверное, обязан отвечать школьник на уроки географии. Про столицы разных стран, про население стран. То есть бывает так, что мы прямо наверху показываем правильный ответ, какое-то число. Вот это уж совсем хитрая штука. Я вот вначале говорил, что вам нужно представить, что может быть написано на той странице, где вы ожидаете увидеть ответ. Можно уж совсем дословно представить, что я хочу, чтобы там было предложение вот такое вот. И мне вот нужно то слово, которое стоит в этом предложении, в этом месте. Там нужно поставить звездочку. И прямо на странице с результатами поиска мы вам покажем то предложение, где ровно вот это вот написано. И вот здесь можно видеть, что мы нашли, что Канбера – это столица Австралии с 1927 года. Это, конечно, не всегда работает, потому что то, как вы представите себе вот это предложение, может отличаться от того, что писали авторы страниц. Но для каких-то распространенных вещей это иногда очень хорошо работает. И главное, что это очень быстро. Вам даже не нужно идти на эту страничку. Что еще? Еще мы умеем исправлять опечатки. Это уже, наверное, кабинет русского языка и литературы. Ну, иногда просто опечатываются, иногда не знают, как правильно писать. И мы предлагаем вам прямо наверху исправленный вариант. То есть, если я не уверен, как пишется какое-то слово, я на самом деле иду в Google, я пишу вот то, как я думаю, как это слово должно писаться, и мне показывают правильный вариант. Ну, это часто бывает с какими-нибудь фамилиями, где действительно неизвестно, как точно писать. Опять про образование. Как вы думаете, какое слово пишут наибольшим способом неправильных вариантов? Такое слово, у которого больше всего разных возможных опечаток на русском языке. По-английски. По-английски это запрос это Бритни Спирс. На английском языке. Потому что Бритни Спирс, вот если вы попытаетесь написать на английском, это довольно сложно для нас, но, как выясняется, для американцев тоже. А вот как вы думаете, что на русском языке? Нет. Это слово реферат. Это к вопросу о том, что школьники и студенты, они уже давно-давно пользуются интернетом для того, чтобы искать какую-то информацию. вот, к сожалению, они довольно часто ищут эту информацию вот ровно в том виде, который готов для того, чтобы сдать преподавателю. Но вы тоже можете искать точно так же. Вам даже проще, потому что, когда вам кто-то сдает готовую работу, вы можете взять этот кусочек, написать в Google и получить ровно тот документ, откуда это все было взято. так что перепроверять тоже довольно просто. А вот тут вот очень интересные статистические данные. У нас есть такая штука, где можно сравнить, насколько часто что ищут. И вот здесь вот я сравниваю два запроса – реферат и сочинение. вот эта вот кривая, которая показывает, насколько часто, по горизонтальной оси у нас время, насколько часто ищут реферат. И вот здесь вот мы видим, когда у студентов каникулы наступают летом, перестают искать, и что вот есть два семестра, что сессия, во время сессии студенты учатся. А еще вот я поискал слово «сочинение». И вот когда данных уже побольше, тут на самом деле видно, что школьники отдыхают больше, чем студенты летом. И у них есть четыре четверти. Вот отчетливо видно, вот четыре таких загогулины. А там есть маленькие каникулы, когда сочинение не пишут. Вот такая вот тоже интересная штука. Если вы хотите попробовать что-то такое поискать, то вы можете зайти на trends.google.com. Там вот можно вводить в том числе запросы на русском языке. Так, что еще? То, что точно уж нужно упомянуть в этой аудитории, это безопасный поиск. Не секрет, что в интернете куча всякой информации, которую не очень хорошо показывают детям. Конечно, если дети будут искать непосредственно вот это вот, то ничто их не остановит. Они же найдут. Но у нас есть такая штука безопасный поиск. Вы можете включить фильтрацию результатов, и мы убираем те результаты, которые содержат непристойный текст и плохие картинки. Для этого вам нужно пойти в настройки, а там среди настроек вот есть настройки безопасного поиска, там нужно выбрать пункт строгая фильтрация и нажать кнопочку сохранить настройки. После этого вот на этом компьютере запомнится, что у вас должна быть фильтрация результатов. И, ну, по крайней мере, на какие-то невинные запросы у вас уж точно не будет неожиданных результатов. Я пробовал перед тем, как сюда прийти. Я придумал запрос, по-моему, ноги. Такое вот слово, которое вроде как, не знаю, на уроке биологии может быть. Если не включать эту самую фильтрацию, то там попадаются какие-то странные результаты. А с этой штукой вполне себе работает. Что еще? А точно так же вы заходите опять же туда, если вы хотите увидеть такие вот интересные результаты, то там можно просто… Здесь на самом деле три пункта есть. Строгая фильтрация, когда и тексты, и картинки. Умеренная фильтрация, когда только картинки. А текст можно, если ругаться можно, то вот пусть будет можно. И не фильтровать результаты вообще. Что же можно искать еще? Я вначале говорил, что очень много разной информации существует. Вот здесь вот наверху главной страницы вы можете видеть ссылки на картинки, карты, новости, группы дискуссий. Вот там везде тоже можно искать. Можно искать картинки по какому-то вашему запросу. Можно искать на картах. На картах можно искать города, страны, улицы, дома, все что угодно. Можно искать в новостях. Новости у нас тоже есть и на русском языке в том числе. Это просто последние новости, которые публикуются в интернете. Еще можно искать в блогах. Можно искать в каталоге сайтов. Там сайты сгруппированы по разным категориям. Да, еще есть вот такая вот штука «Вопросы и ответы». Это тоже такой сервис, который недавно был запущен. Там тоже можно искать. Если вы не нашли ответ на свой вопрос в интернете, бывает и такое. Может быть, потому что вы неправильно его сформулировали, а может быть, потому что ответа там нет. То вот вы можете пойти на этот сервис и написать там вопрос. А пользователи этого сервиса, они видят список вопросов и они могут на них отвечать. Некоторым людям это интересно. Они знают много и хотят поделиться с людьми, с другими своими знаниями в какой-то узкой специальной, может быть, области. Там можно задать вопрос, например, почему комары летят на свет. И вам ответят, что они летят на свет, потому что они в своем полете ориентируются на ночную луну. И когда они видят лампочку, они летят по спирали вокруг лампочки, потому что лампочка кажется им луной. На луну они полетели прямо, а лампочка оказывается сбоку, поэтому нужно поворачивать. Вполне себе люди отвечают, да, действительно. И вы тоже можете отвечать, если вы знаете что-то и хотите с другими поделиться. что еще? Есть еще видео, которое здесь не упомянуто, но еще что-то. Вот здесь вот внизу есть ссылочка «Все продукты». Если не нажать, то вы увидите такой большой список. Здесь не все связано с поиском, но вот здесь вот есть ссылка на видео. Это YouTube. Если вы пойдете на YouTube, то там тоже можно искать. Есть еще книги. Они упомянуты вот здесь. Наверное, вы знаете, что Google занимается поиском по книгам, по бумажным книгам. То есть мы берем книги, которые есть в библиотеках, в том числе старые книги и новые книги, которые сейчас выпускаются. Мы их сканируем, переводим в электронную форму и точно так же индексируем. И можно искать по ключевым словам. То, чего с бумажной книгой очень сложно сделать. В некоторых книгах бывает какой-то индекс в конце, но он такой довольно короткий. А тут можно писать слова, но сейчас это работает. У нас гораздо больше книг на английском языке, чем на русском. Но я надеюсь, что скоро ситуация исправится. Но какие-то книги на русском языке там тоже есть. Наверное, все. Я думаю, что у вас должно быть много вопросов, может быть, каких-то предложений. Интересно было бы узнать, как вы вообще используете поиск, и какие у вас есть проблемы. Первый вопрос. Я так понял, индексируются именно слова, да? А вот есть ли какие-то наработки, чтобы индексировать картинки, звуковые файлы? Через сколько лет это вообще возможно, чтобы я, допустим, ввожу ноты, а он мне выдает музыку, ту, которую я хочу? Ну, значит, с картинками дело обстоит так. С картинками мы, по ним есть поиск. Ну, я так понимаю, что поиск, он привязан к названию все-таки картинки как-то. С тем, что написано вокруг картинки, с тем, как называется файл, но не только. Не только. На самом деле мы пытаемся искать в том числе и то, чего рядом с картинкой не написано. Я могу рассказать, я не знаю, сколько у нас еще есть времени. Да, еще есть время, так что я могу рассказать. Это довольно хитрая история. Это придумал не Google, но Google стал это использовать. Есть такая игра, в которую могут играть люди двум разным людям. Показывается одна и та же картинка. И они могут писать слова. И если слова у двух людей совпадают, то тогда им добавляются какие-то очки. Они что-то выигрывают. И оказывается, что людям это очень интересно. Гораздо интереснее, чем раскладывать пассианс в Windows. И у людей куча свободного времени оказывается. И людям действительно нравится говорить, что вот это красный автомобиль на картинке. Они пишут слово красный и слово автомобиль. Получают за это дополнительные очки. Это действительно интересно, потому что, например, вам показывают фотографию Джорджа Буша. Вы написали слово идиот. И, о чудо, человек на другом конце тоже написал слово идиот. Очень интересно. И используя эту информацию, то, что люди вводят, можно на самом деле узнать, чего написано на картинке. У Google эта штука есть. там, где ищутся картинки. И, в общем, это как-то улучшает качество. Дальше. Про музыку. Про музыку действительно интересная идея. Я не знаю, делает ли Google что-то в этом направлении, но я знаю, что есть компании, которые ровно этим занимаются. Что вот вы пишете ноты, и они вам ищут музыку, которая... А еще можно там, не знаю, насвистеть чего-то в микрофон. Да. Ну, у этого, конечно, пользователей, наверное, не очень много, потому что насвистеть правильно в микрофон это не все могут. Но вот что-то такое бывает. Ну, вот по поводу картинок хотел бы пример задачи, которая, по-моему, не входит в решение ни как к названию, ни как к той игру, которую приводили. Допустим, логотип компании нужно создать, да, и посмотреть, какие логотипы уже задействованы, чтобы там не нарушать права. И мы рисуем логотип тот, который мы хотим сделать, и он, выделяя как-то, сегментируя наше изображение, выдает нам все логотипы, которые уже существуют на данный момент. Ну, вот такая задача просто. Ну, ровно такого пока нет. Может быть, какие-то есть специализированные системы, я не знаю. Второй вопрос, немножко провокационный. можно ли сделать сайт так, чтобы он не индексировался Гуглом? чтобы просто, я не хочу, чтобы, допустим. Да, конечно, для этого, ну, это общепринятый подход вообще для всех поисковых систем, не только для Гугла. Если вы хотите это сделать, то вам нужно в корневой директории вашего сайта разместить файл под названием robots.txt, и там внутри написать специальным способом, что вы не хотите, не хотите, чтобы ваш сайт индексировался. Если вы хотите подробнее узнать, вы можете просто написать запрос robots.txt в Гугл и сразу же получите ответ. Спасибо большое за выступление. Я восполнила сегодня некоторые пробелы в поиске своем, теми методами, которыми пользовалась в гугловском. Один вопрос, вот я, может быть, прослушала. Когда вы говорите, что можно искать по ключевым словам минус что-то, чтобы отсеивать, фильтровать ненужный мусор, могут ли быть за минусом несколько слов? Да, могут. И если да, то какие знаки припинания между ними? А смотрите, можно писать минус слово, минус слово, минус слово, то есть сколько угодно. А можно, по-моему, написать минус, а потом в скобочках в круглых перечислить. Все слова через запятую, да? Да, но проще перед каждым словом поставить минус, который вам не нужно. Из пробелов, да? Например, там а, минус б, минус с, там, да? Сейчас. Минус а, пробел, минус б, пробел, минус с. Просто если вы напишите, если пробела не будет, то мы не поймем, что это разные слова. Иногда бывают слова, которые через черточку пишутся. И если написать бойль-минус-мариот, то мы найдем бойль-мариот через черточку. Вот. Поэтому нужен пробел. Ясно. Спасибо. Что надо сделать на сайте, чтобы Google его очень хорошо проиндексировал? Вы можете зарегистрироваться определенным образом, чтобы Google понял, что вы действительно являетесь автором этого сайта. Для этого… Ну, на Google. Да. После этого вы сможете размещать то, что называется карта сайта в специальном формате, где можно перечислить просто адреса всех страниц, которые вы хотите, чтобы проиндексировались. И это поможет, поможет Google найти больше страниц с вашего сайта. Ну, просто вот из этого списка. Кроме того, там можно указывать информацию о том, насколько часто вы хотите, чтобы к вам приходил наш робот и забирал эти странички. Ну, то есть, насколько часто у вас информация обновляется. потому что, если у вас много страниц, а мы будем ходить к вам каждый день, то будет большая очень нагрузка на сервер, мы этого не хотим. Будьте добры, скажите, вот сейчас мы знаем, много существует поисковых машин, систем. Вот вы могли бы сказать, если вы хотите достичь такого результата, идите только на Google. Или нет? Или это сложно? Ну, охарактеризуйте в сравнении. Мы знаем Яндекс, Рамблер, Яха и прочее. Ну, поисковых машин на самом деле очень много, гораздо больше, чем... Ну, я могу сказать, что мы индексируем очень много страниц, причем страницы на разных языках, как на русском, так и на английском, на всех, которые вообще бывают, на тайском, на корейском. Вот. И вы ищите среди всех страниц интернета вообще. Это нас отличает от тех систем, которые ищут, скажем, только по русским страницам. Мы очень много работаем над тем, чтобы качество поиска было лучше, чтобы не было мусора в результатах, чтобы с первого вашего запроса мы показали то, что вы хотите. Мы пытаемся угадать, что же вы имели в виду, написав вот такой запрос. Иногда бывает так, что мы вам покажем страничку, на которой нет тех слов, которые вы написали. Но это происходит в том случае, если мы абсолютно уверены, что на самом деле вы хотели вот это. Такое иногда случается. Сравнивать нас с другими, наверное, это дело пользователей, а не нас. То есть вы должны выбрать, что же вам удобнее, что вам больше нравится. Детский вопрос, который ребята чаще всего задают, когда знакомишься с системой Google, они спрашивают, а как можно так разбогатеть на таком бесплатном сервере, когда там нет ни баннеров, ничего. Вот как им можно ответить, но назвите несколько пунктов, не открывая коммерческих тайн. Потому что ребята всегда спрашивают, чего нет, а почему такой вот успешный. Очень хороший у вас вопрос, это действительно то, о чем я забыл упомянуть, на чем, собственно, Google зарабатывает деньги. Это реклама, но это определенного вида реклама. когда вы пишете запрос в Google, ну давайте я просто покажу. Мы вернемся. Пластиковые окна. Допустим, вы хотите поменять окна, поставить пластиковые. Вы хотите что-то поискать про окна, найти какие-то фирмы. Вот видите, вот здесь есть результаты обычные, а сбоку идет реклама. вот здесь. Что? Да, это реклама, которая, это то, что называется контекстная реклама. Мы показываем ровно ту рекламу, которая связана с запросом, который вы ввели. Если вы хотите пластиковые окна, мы покажем рекламу фирм, которые продают пластиковые окна. А если вы ищите что-то другое, мы вам пластиковые окна показывать не будем. То есть это не телевизор, это не вот одно и то же много раз. Это то, что связано с тем, что вы ищите. И очень часто это еще один источник очень хорошей информации. Если вы действительно хотите купить, поставить, вот, пожалуйста, вот они все, это коммерческая информация. Вы знаете, что если вы туда нажмете, то вы попадете на сайт фирмы. Это, что называется, релевантная информация, которая соответствует вашему запросу. И мы возьмем копеечку с рекламодателя, когда к нему кто-то перешел. не за то, что мы показали, а за то, что вы к нему ушли, там уж вы купите, не купите, это уже их дело, но то, что к ним пришел пользователь, который искал у нас пластиковые окна, вот за это мы возьмем небольшую денежку. Но за счет того, что очень много пользователей и рекламодателей тоже много, вот эти все копеечки суммируются в очень большие деньги. Началось все на самом деле вот с чего, что сделали поиск, никакой рекламы не было, никто не знал, как на этом зарабатывать деньги. Была такая мысль, ну, если что, мы будем показывать баннерную рекламу, там какие-то картинки, ну, как-то можно на этом заработать. И сконцентрировались на том, чтобы сделать очень хороший сервис, который с хорошим качеством. И сначала сделали это. И за счет этого появилось много пользователей. Людям действительно стало интересно, они стали пользоваться. А потом придумали, что вот можно текст, показывать текстовые объявления, которые не загромождают экран, не мигают ничего и соответствуют запросу. И эта идея оказалась настолько замечательной, что вот все сработало. И теперь у нас появилась гораздо больше средств, чтобы улучшать качество поиска вот здесь. Вот сказали о том, что вебмастер, чтобы сайт стал более популярным, можно представить себя. Еще существуют такие способы раскрутки сайта, когда, допустим, по ICQ сделают рассылку, зайди там, помоги бездомным, там вот так вот. А вот поисковые роботы, я слышал, что у них есть черные списки, они по какому-то алгоритму их определяют. Можете ли предостеречь, какими способами не нужно воскручивать сайты, и они могут попасть в черные списки? Основное правило такое. Вам, если вы хотите, чтобы ваш сайт хорошо индексировался, хорошо находился, вам нужно сосредоточиться на качестве того материала, который вы выкладываете. Он должен быть действительно интересен и полезен пользователям. Ну, там, конечно, какие-то совсем простые вещи, например, если весь текст у вас просто в виде картинки, и мы не знаем, какие там слова, какие там буквы, то мы ничего не сможем сделать. Но если у вас слова действительно на сайте написаны, тогда все будет хорошо. Вот если вы начинаете специально для того, чтобы вас показывали по каким-то не относящимся к делу запросам что-то делать, покупать специально ссылки, чтобы ссылок на ваш сайт стало больше, вот за счет того, что вы денег кому-то дали, вот это все плохо. И это все плохо сказывается на репутации вашего сайта. Ну, или, например, там, не знаю, писать белым текстом на белом фоне какие-то слова, которые очень популярны, которые, опять же, не имеют отношения к вашему сайту, но просто, чтобы вот вас нашли по запросу пластиковые окна, а вы им будете показывать, не знаю, рекламу каких-нибудь автомобилей или там что-то такое. То есть, нужно, на самом деле, нужно просто сосредоточиться на том, чтобы тексты были хорошие, интересные, чтобы пользователь, который туда попадает, если уж он туда попал, он бы понял, где и чего находится, чтобы он там остался, почитал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok